Значит, мы сегодня будем говорить очень много, и не один раз, о термоядином синтезе. В чем здесь главная проблема? Почему я на нем точу зуб, хотя мало чего я не понимаю? Он состоит в том, что я, такомачный термояд, считаю убийцей современной физики. Я полагаю, что именно благодаря вот этой концепции термояда 2-3 поколения физиков, по большому счету, были лишены собственной специальности. И то скептическое отношение к научной деятельности, к стремлению заниматься наукой, в первую очередь в нашей стране и в Америке, очень часто сформулировано именно вот этим такомачным термоядом. Состоит он в очень простой вещи. Нам пообещали очень простой, очень эффективный источник неограниченной энергии. И это обещают уже 70 лет. 70 лет нам это обещают, а результата всего нет. Деньги жрет немерено. Вот этой зимой состоялась так называемая зимняя школа Пияв в Рощино, и там выступал какой-то человек, фамилию которого не заметил, который по исследованию по поводу такомачного термояда написал программу. Пришли там говориться, что с 2030 по 2050 года наше правительство должно дать им физикам 512 миллиардов рублей, для того, чтобы они продолжили свои напряженные работы. Я замечу, что Теллер начал работать над подобного рода концепцией в 1940 году. Соответственно, еще никаких результатов не дано к 2050 году. Они будут считать, что вот уже один век и 10 лет, то есть 110 лет, они над этой работой напряженно трудятся. Например, нынешний президент Академии наук наш, господин Фортов, он тоже выходить из термояда. Термояд везде. Он забрал ресурсы интеллектуальные, какие-либо еще из всех отраслей физики, съел громадное количество денег с нулевым результатом на сегодняшний день. Сейчас строят так называемый проект Итера, который стоит 25 миллиардов долларов США, и должен быть запущен в 1927 году. Ну, наверное, запущен не будет, будет запущен в году 1935. И будет стоить не 25 миллиардов долларов, а 50. А в чем строят? Сверхозный консерсум в нескольких странах, и Россия там по расходам занимает видное место. На границе между Францией и Швейцарией. Это же способ утилизировать все их доходы, которые сейчас производятся. Да, но надо понять, что это, конечно, надо понять, почему этот проект, он проводился. Значит, ответ. Он нисколько не проводился, тебе скажут, что просто там все очень сложно, все очень непросто. Вы обратите внимание, взрывали атомную бомбу в 1945 году. Уже через несколько лет появилась промышленная атомная станция в Лубницке. В 1952 году, по-моему, да? В 1954 году. В 1954 году, то есть, получилось, американцы взорвали в 1945. Мы построили станцию уже через 9 лет. Так что, в смысле, это в 1945-м, в 1954-м, да, и в 1953-м испытании водородная была? Да, да, да. А я думал, что это атомная станция раньше водородная была. Впервые сделали американцы, типа, термоядерную бомбу, взорвали бак жидкого диетерия. Вот. И что тут там такое получили? Целую такую дистанциональную установку. Это не бомба ни в коем случае, а просто так эксперимент провели. Но, тем не менее, станции, никакого термоядерного реактора до сегодняшнего момента нет. И когда уже прошло 70 лет, мы понимаем, что его уже никогда не будет. И они, представители, как я повторяю, этого направления физики, заняли командные должности в физическом эстеблишменте. И тем, что мы остановили исследования по холодному проблемам и ядерному синтезу, к этому в первую очередь приложили руку люди, ответственные за токомачный горячий ядерный синтез. Они чувствовали в этом конкуренцию собственным исследованиям. Вот так. Поэтому давайте будем тихонечко пытаться разобраться, может быть, не очень удачно, с горячим ядерным синтезом, и что там не так. С горячим термоядерным синтезом. Что там у нас происходит не так. Что привело к такому бесславному концу, который никто не осмеливается на следующий день признать. Совершенно случайно я наткнулся на следующий странный эффект, о котором сегодняшний я хочу рассказать. Вот, когда мы сближаем два ядра гетерия, они у нас связаны между собой кулоновским барьером. То есть в одном протоне и во втором протоне гетерии. Соответственно, чтобы их надо столкнуть, мы этот кулоновский барьер должны превзойти. Для этого, мы полагаем, в горячем термоядере мы должны нагреть очень сильно, и сделать очень высокое давление, для того, чтобы ядра гетерия могли с трудом встретиться. Их должно быть очень много, поэтому нужно высокое давление. Поэтому сразу же стал интересный следующий вопрос. А как будет с синтезом, если у нас кулоновского барьера нет? Если у нас, например, протон поглощает нейтрон. Если протон поглощает нейтрон, то у нас должен образовываться диетерий. И, разумеется, выходить некая энергия. Посчитаемая из дефекта масс, она равна 2,2 мегаэлектрон вольта. Вот такая как бы простая задача. Решил я напряженно поискать экспериментальные данные. Результат вам докладываю. Такая эрекция в природе не идет. По крайней мере, никакого эксперимента об этом неизвестен. По всей видимости, то, что это происходит, что дело обстоит именно так, и дляется секретом Полишенея. То есть те, кто занимаются наукой, они отлично понимают, что такая эрекция не идет. Но тем не менее продолжают это как бы не афишировать. То есть статей отрицательных опровергающих это нет. Но еще раз, я предлагаю вам насладиться этим результатом. Кулоновского барьера между протоном и нейтроном нет. Тем не менее, проти не захватывает нейтроны и не образуются детели. Вместе с тем, следующая реакция, когда детели, то есть протон плюс нейтрон, захватывает нейтроны и образуются третий, идет. Начал смотреть ситуацию дальше. Прочитал монографию по атомным реакторам, защите о них по безопасности. Вы понимаете, что там вопрос-то серьезный, поэтому люди там не склонны не договаривать, они вынуждены говорить то же самое. Что такое вода, которая у нас является рабочим телом в атомном реакторе? Это H2O. H может быть как протием, так и детелием. А водород кем может быть? А водород может быть шестнадцатым изотопом, семнадцатым изотопом и восемнадцатым изотопом. Кислород. Кислород, да, кислород. То есть у нас три изотопа. Ответ. Как они взаимодействуют с нейтронами, которые вылетают из атомного реактора? Ответ. Что пишут они? Что у нас происходит реакция всего двух типов. Двух типов пишут они. Восемнадцатый. Кислород захватывает нейтрон. И образуется уже неустойчивый изотоп, да? С одной стороны. И с другой стороны детели захватывает опять нейтрон и переходит как бы в третий, который опять у нас неустойчивый. Это странный эффект, но не для шестнадцатого, наиболее распространенного изотопа кислорода, и не для семнадцатого изотопа такая реакция и идет. Ничего опять люди не пишут про вот эту нашу реакцию. Про изомнедействие противопротива плюс нейтрона. Равняется детели плюс две и две. Начал, я вообще о таком сегодня не буду говорить, замечательному лжелученому, Гришаеву известному под псевдонимом New Physics, обязан. Вот тут впервые обратил мое внимание на подобную реакцию. Ну, начали, начал смотреть дальше. Нашел книжку по нейтронной физике, там Гуревича у меня есть, сохранил из лямовских времен, стал смотреть дальше. Они там пишут какие-то графики, что-либо еще. Я решил, ну, идет такая реакция, идет, пусть она идет. Ну, мне Гришаев и пишет, соответственно, а вы посмотрите на все ссылки, на ссылки, которые они дают, все ссылки теоретические. И я, в самом деле, обратил внимание, что все ссылки теоретические, ни одной практической работы нету. Больше всего здесь отметились Ахиезер и Померанчук. Я к Ахиезеру должен иметь какие-то, наверное, теплые чувства, поскольку он учитель Малиева. Непосредственно. Но почему-то я не имею. А Малиев твою, что ли? Ну, вот, сложно об этом сказать, да. Ну, значит, руководитель, да, Малиев. Вот, но такая. Они выполнили следующую работу, где они в эту реакцию рассчитали досконально. Выяснилось, что у нас протон и нейтрон, когда взаимодействуют, они могут взаимодействовать в двух формах. В формах триплета и форма ассинглета. Что такое триплет? Триплет – это когда их спина направлена в одном направлении. Поскольку они спин по одной-второй, то у нас получается здесь одна-вторая равна единице. И он может иметь три проекции. Один, ноль и минус один. Синглет – это когда протон и нейтрон имеют одна-вторая, минус одна-вторая. Равно ноль. Он один. Получается всего лишь тогда. Потому что у него проекция всего лишь одна. Ноль. Оказалось, следующая вещь. Что реакция подобного типа, они посчитали, что идет только тогда, когда у нас здесь есть триплет. А когда у нас происходит синглет, они говорят, что реакция тоже в каком-то смысле идет. Вот я уже сам писаю картинку. Это моя выдумка из головы. То есть у нас, если мы здесь не пишем триплета, то потенциальная кривая будет иметь примерно вот такой вид. У нас налетает нейтрон отсюда. И он вставь яму сваливается, у тебя образуется дитрон. Или дитрон-дитерри. А для синглета получается, что вот эта штука, она какая-то вот такая, плоская. То есть есть как бы псевдоуровень. Но на нем ни то не задерживается, скатывается обратно. Неустойчивое. Неустойчивое. Но оно есть. Это очень важно. Потому что я про этот результат запомнил. Вот сегодня у меня, когда будем отразить семинар в МИФИ, посвященном холодному ядерному синтезу, очень важно видеть. Ну и действительно, я поинтересовался справочник, какой спин у нейтрона получился. У него один. То есть нуля у него нет. То есть ясно, что протон и нейтрон имеют спины, направленные в одном и том же направлении. Вот это как бы так важно. Но опять я повторяю. В книжке дается большое количество ссылок на всевозможную роду литературу. И все они носят чисто теоретический характер, чисто расчетный. Смотрю работы, посвященные рассеянию нейтронов на паро- и ортоводороде. Ну что такое опять паро- и ортоводород? Ортоводород, ну это H2, да? Водород. У нас спины направлены для пара, они получаются в одну сторону. А для орта они направлены в противоположную сторону. Когда направлены в одну, у нас опять это три состояния, здесь одно. Поэтому в нормальной ситуации у нас паро- и ортоводород встречается чаще, чем ортоводород в три раза. То есть 25% всего у нас. На них проводят реакцию рассеяния. Для того, чтобы ее правильно рассчитать, мы должны учесть, безусловно, та ситуация, когда нейтрон у нас не рассеивается на водороде, а тогда, когда этот нейтрон таким образом у нас получается, к нему не может прилипать. И они используют результаты Хейзера-Памеринчука для расчета. А эти результаты, они опять какие? Они чисто теоретические. Никаких практических реакций, следов, что вот идет вот такая реакция, я не нашел. Мы видим таким образом, опять таким образом, что в основании современной термоядерной физики лежит странного рода парадокс. Он состоит в том, что несмотря на то, что между протоном и нейтроном отсутствует колонский барьер, экспериментальных данных по поводу того, что протон плюс нейтрон рождают нейтрон, несмотря на то, что пишет Википедия, их не существует. И если мы не можем объяснить вот этот некий фундаментальный факт, то по-большому грош цена всем нашим построениям по поводу горячего термоядерного синтеза. Там-то ситуация еще сложнее. Я даже начал думать одно время, что, быть может, у тебя и реакции-то вот такой нету на самом деле. Ну там, скажем, диетерий плюс диетерий равняется третий плюс протон плюс гамма. Может, такой нету реакции на самом деле, такой нету. Да нет, есть. Вот такие вот реакции, они, может быть, в такомах не существованы, но они очень хорошо сфиксны на циклотронах, то есть в ускорительной физике. Ну вот. Такой вот этот факт, вот это маленькое эссе, удивление такое достаточно сильное, с которым я хотел сегодня с вами поделиться. И оно состоит вот в том, что вот такой прямой реакции у нас не существует. То есть экспериментальных данных они мне обнаружить не удалось. А как тогда поставили задачу термоядерного синтеза в серии? Вот как-то поставили, да. Не, ну задача ставится под ту реакцию, которая есть, чтобы... Вот такая вот реакция идет. Вот они на ускорителях это увидели и начали дело разбирать. У меня есть определенного рода тоже соображение. Могу сказать, почему не получается горячий термоядерный синтез. Ну вот я из головы себе придумал. Он не получается по очень простой причине. Что когда у тебя вот, например, идет вот такого типа, диетрон плюс диетрон равно... Диетрон или диетерий? Диетерий. Дитрон. Ядро диетерия. А, диетрон, да. Дитрон. Дитрон, диетерия. Ну, тритон, наверное, это ядро трития. Но так не говорят почему-то. А вот диетрон, говорят, да. Равняется гамма. У тебя, когда уходит гамма, вот эта вылетает, то она занимается тем, что она разрушает у тебя диетерий. У тебя вот здесь выход везде, во всей этой цепочке, там бывает и гели-3 образуется, он везде выше 3 мегаэлектрон-вольт. А иногда и 17. А здесь достаточно тебе 2 мегаэлектрон-вольта. И у тебя что получается? У тебя изначальная диетерийная плазма, она сама по себе разрушается. Вот в чем дело, я думаю. То есть вспышка возможна. А если ты пытаешься ее поддерживать, у тебя будет все время вылетать гамма, который у тебя диетерий, то есть твой топлив, будет разрушать. Вот это все, что я представляю себе. Вот Острецов ссылается на некий доклад из Льдовища, Харитона и прочих, аж с 1946 года, который я в сети не видел, признаться. Он состоит в том, что продукты реакции, вылетая при управляемом термогенном синтезе, должны охлаждать вот эту у нас плазму ниже критической температуры, при которой синтез этот возможен. Сатье я не видел. Но механизм мне представляется вот такой. Ну вот все. Так реакция термогенном синтеза, это протон плюс нитрон? Нет, вот это. Вот это диетерий плюс диетерий. Ну вот, например, одна из ее модификаций. Вторая модификация, одна другая. Самая простая. Она идет по двум каналам. Просто диетерий плюс диетерий. Вот еще идет. Она будет гели-3 плюс нитрон плюс опять гамма. А тритон дальше. Вот я буду опять взаимодействовать с нейтронами, вот с этими. И там будет еще более высокий выход энергии. То есть это целая цепочка, такой каскад реакций. Вот так. Вот так. Пока вот речь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова